OBD-2 код неисправности техническое описание, управление гидроусилителем, высокий уровень сигнала, что это обозначает? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, который применяется ко многим автомобилям OBD-2, с 1996 года выпуска, это может включать, но не ограничивается, транспортными средствами от Сатурна, Рено, Даджа, Форда, Ниссана, Мерседеса и т.д. Хотя общие этапы ремонта могут отличаться в зависимости от года, марки, модели и конфигурации силовой передачи. Коды неисправностей OBD-2 P0635, P0636 и P0637 связаны со схемой управления гидроусилителем. Когда модуль управления питанием PSM обнаруживает слишком высокий уровень электрических сигналов в цепи управления усилителем руля, будет установлен код P0637 и загорится индикатор проверки двигателя. Целью схемы управления гидроусилителем является подача соответствующего напряжения на различные компоненты гидроусилителя руля. PSM контролирует сигналы напряжения от контроллера рулевого управления с усилителем, датчиков и переключателей. Эти компоненты обеспечивают надлежащее давление жидкости в системе гидроусилителя руля. Этот процесс необходим для предотвращения повреждения компонентов гидроусилителя руля. Схема управления гидроусилителем руля облегчает адаптацию системы рулевого управления к различным условиям вождения и предотвращает жесткое или неустойчивое рулевое управление. Эта схема предупреждает PSM о возможных проблемах, требующих немедленного вмешательства. Электроусилитель руля, какова серьезность этого кода неисправности? Серьезность этого кода может значительно варьироваться от просто загорающегося контрольного лампочки двигателя на транспортном средстве, который работает нормально, до жесткой или неустойчивой проблемы рулевого управления. Проблемы рулевого управления могут стать проблемой безопасности, если не уделить немедленного внимания, каковы некоторые из симптомов кода. Симптомы кода неисправности P0637 могут включать, жесткое или неустойчивое рулевое управление, шум при повороте, проверьте, горит ли двигатель, каковы некоторые из распространенных причин кода. Причины для этого кода P0637 могут включать в себя, неисправен датчик давления гидроусилителя руля, неисправен выключатель положения рулевого управления с усилителем, неисправность рулевого управления, ненадежный ремень заземления модуля управления или обрыв провода, недостаточный уровень жидкости или утечка, перегорел предохранитель или предохранитель, если применимо, разъеденный или поврежденный разъем, неисправная или поврежденная проводка, дефектный ПКМ. Какие шаги по устранению неисправностей P0637? Первым шагом в процессе устранения неисправностей для любой неисправности является исследование бюллетеней технической поддержки, TSB, для конкретного транспортного средства по годам, модели и силовой установки. В некоторых случаях это может сэкономить много времени в долгосрочной перспективе, если направить вас в правильном направлении. Вторым этапом является проверка уровня жидкости в гидроусилителе руля и поиск возможных утечек, которые могут отрицательно повлиять на давление, подаваемое на контроллер гидроусилителя руля и связанные с ним компоненты. Правильное давление жидкости играет ключевую роль в функционировании этого контура, затем найдите все компоненты в этой цепи и выполните тщательный визуальный осмотр, чтобы проверить соответствующую проводку на наличие явных дефектов, таких как царапины, протирка, оголенные провода или пятна ожогов. Далее следует проверить разъемы на безопасность, коррозию и поврежденные контакты, этот процесс должен включать контроллер гидроусилителя руля, соответствующие датчики, переключатели и PSM, состояние локальной сети контролеров S&N имеет важное значение для этого процесса устранения неполадок, поскольку поврежденный жгут проводов очень затрудняет поиск неисправных компонентов. Расширенные шаги Расширенные этапы становятся очень специфичными для транспортного средства и требуют соответствующего современного оборудования для точной работы, для этих процедур требуется цифровой мультиметр и специальные технические характеристики для автомобиля, требования к напряжению будут варьироваться в зависимости от конкретного года и модели автомобиля. Проверка напряжения Расширенные шаги Расширенные шаги Расширенные шаги Расширенные шаги Расширенные шаги Расширенные шаги